Здравствуйте, дорогие друзья! Садоводы-огородники, по совместительству птичники и все остальные, говорила осенью прошлого года, что посадила чеснок из магазина. А зимой, под зиму, это красный был чеснок, стерилизовала его, дезинфицировала, и белый чеснок. Я купила, мне очень понравились, головки чеснока просто на обычном оптовом рынке. Значит, смотрите, вот такие, очень мне понравились, смотрите, какая крупная, много зубков очень, он красный. Вот так мы сделаем, и я еще купила один сорт, вот этот, китайский чеснок, я предполагаю, то есть он по всем характеристикам похож на тот же, что написано Китай. Много зубков, тоже стрелка внутри, эти зубки сейчас распотрошу и буду также дезинфицировать. Стрелка внутри говорит, что это тоже снова же чеснок под зиму сажается. Вот белый у меня взошел, красный нет. Я думаю, что красный это сорта более южных регионов, и он просто не перезимовал. Чеснок белый сейчас покажу. Вот это вот этот вот крайний ряд. Я его не стала копать весь, потому что у него достаточно зеленое перо, и первых три листа снизу еще совсем не сухие. У некоторых не сухой даже первый лист. Поэтому я его оставляю. Оставила бульбочки, хочу получить, но что-то он как-то не складывает головку так, как бы мне хотелось. Мой чеснок я уже весь вытащила, он разный, уже часть убрала. Есть большой, есть крупный, есть мелкий, как всегда все. В общем, есть вот такие вот головки, да, вот такие. Они пойдут снова же на семена, семенной материал отбираем лучший. Но есть и маленькие, поменьше, есть вообще мелочь. Вот этот, наверное, со стрелкой был. Вот, ну, не важно. А вот белый лук из магазина хочу вам показать. Я четыре штуки выкопала, те, у которых листья максимально, видите, подсохли. То есть третий лист, считаем, один, два, три листа высохло, значит, чеснок можно вытаскивать. Посмотрите, какая головка. Ну, в общем, мне кажется, что достаточно крупный. Для обычного чеснока так вообще, это же не слоновий чеснок. Зубков много у него, и все зубки крупные. Меня он прямо вдохновил, что называется. И посмотрите, они все такие крупные головки. Вот, посмотрим, будет ли он вообще храниться. Можно ли его в этой стадии спелости высушить и снова посадить на зиму, как озимый чеснок. Буду снова же смотреть и экспериментировать. Видите, некоторые подсохли, а некоторые совсем еще, видите, зеленые стволики. Я хочу оставить его, не вытаскивая, там у меня немножко слоновьего чеснока живет. Пусть живут они вместе дальше. Дело в том, что завтра дожди обещают, и я решила все-таки, что нужно убирать. Вот уже вечер, видите, как красота, засвеченная камера, да? Небо показать нельзя. Ну, ладно. Короче, вы меня поняли. Экспериментируйте, пробуйте. Вот, видите, у меня 50% успеха случилось. То есть, один из этих двух покупных сортов, в общем, получился, я считаю. Может быть, он получился так хорошо, что потом я вообще перейду только на него. Кто его знает, посмотрим, как хранится, посмотрим, как прорастает. Еще много есть вопросов к чесноку, помимо того, что он вырос достаточно крупным, крупнее моего, так скажем, при одних и тех же, соответственно, условиях на одной и той же гряде. Так, убираю дальше свой чеснок. Самые крупные убираю на семена, семенной материал сушу. Мелочь всю, она у меня уйдет сейчас в салаты, в заготовки. А среднего размера чесноковины наша главная задача хорошенько как следует высушить. В теплицу их не тащу, потому что лишняя земля в теплице не нужна с помидорами. Сами знаете, фитофтор не дремлет. Вот, и вытащила бульбочки, которые сажала. Это маленькие чесноковинки, это тоже будет семенной материал. Видите, они совершенно небольшие, обычно четырехзубки у меня бывают. Вот, но я вам уже показывала, это тоже будет семенной материал. Захотела красного чесночка развести побольше, своего же собственного. И вот у меня оставленные бульбочки под зиму дали вот такие небольшие головки. Их и посажу. Некоторые из них стали большими крупными однозубками. Вот, например, да, один зубок. Его тоже посажу. Вот так обновляем потихонечку свой материал семенной. Ну и стараемся, чтобы у нас все получилось. Я уверена, у вас тоже получится. Все, на этом всего доброго. Успехов вам, берегите спину. И растить собственную еду. То же самое, что печатать деньги. Всего доброго. Это улиточка. Только, правда, я ее не доделала. Ну, все-таки сейчас тут доделаю. А потом вам опять покажу. До встречи с Микитом. Минте колокольчик. Всем пока!